Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Она длилась 4 часа 18 минут. Президент пообщался с журналистами в 15 раз. В этом году по количеству аккредитовавшихся журналистов пойбит рекорд прошлого года. Задать вопрос президенту приехали 1895 участников. Прозвучал вопрос и от самарских журналистов. Речь шла о строительстве моста у Климовки. Пресс-конференцию президента транслировали во всех модельных библиотеках нового поколения, в том числе и в Самаре. Елена Малютина записала тезисы. Каждый год на большую пресс-конференцию главы государства приезжают все больше представителей СМИ. И этот год не только не стал исключением, но и побил предыдущие рекорды. И впервые за много лет самарским корреспондентам тоже удалось задать вопрос. Он касался строительства Климовского моста через Волгу. Журналисты волновало, как это отразится на межгосударственном сотрудничестве. Президент ответил наилучшим образом. Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что с нашими, в прямом смысле этого слова, братскими республиками бывшего Советского Союза сегодня, с независимыми государствами, товарооборот самый большой и развития инфраструктуры явно недостаточно. Поэтому, я уже говорил об этом, мы, к сожалению, немножко отстали в этом смысле от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать. В том числе, это касается вот тех мостовых сооружений, о котором вы упомянули. Волновало журналистов, и что думает президент по поводу 31 декабря? Сделать выходным днем или все же оставить рабочим? Что касается Махатова 31, то, в принципе, это, на мой взгляд, логично, конечно. Я с аргументами, которые вы сейчас привели, полностью согласен. Это лежит на поверхности. Но как это сделать, можно ли и нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне нового года, я не знаю. Некоторые работодатели уже объявили о том, что 31 не объявляет не рабочим. Но, на самом деле, я могу только поприветствовать, если они сошли, это возможно. Напомним, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров тоже рекомендовал работодателям сделать выходным 31, при условии, что это не повредит трудовому процессу. С журналистами глава государства говорил об экономическом росте и нацпроектах, о здравоохранении и газовом вопросе с Украиной, о реформе мусорной отрасли, о борьбе с терроризмом и о том, нужна ли России новая конституция. Президент считает, не нужна. При этом президент понимает логику тех, кто предлагает нести изменения в основной закон, касающийся, например, расширения прав парламента. Пресс-конференцию Владимира Путина на этот раз можно было посмотреть на большом экране. В Самаре организовали трансляцию на более чем 10 точках, в том числе и в библиотеке нового поколения на Николая Панова. В зале собралось немало людей, и у всех пришедших были свои вопросы к главе государства. Я жду, как всегда, искреннего общения, потому что, на мой взгляд, официальное общение – это официальное общение. А когда у нас идут ответы на живые вопросы, потому что очевидно, что журналисты и представители СМИ, которые сейчас присутствуют в Москве, они озвучат наиболее актуальные для жителей вот той локации. Очевидно, что многие проекты, они рассматривают глубокие вопросы и глубокие ответы, но при этом мне все-таки кажется, что необходимо коррективы вносить по итогам прошедшего года, 2019-го, как первого года реализации нацпроектов. Я знаю, что в прошедшем году, весь этот год, очень поддерживали направление культуры, в том числе муниципальные библиотеки. Мы находимся просто в удивительном месте, которое совсем недавно обновили. Тут буквально месяц назад было крупное открытие. И хотелось бы узнать, будут ли остальные библиотеки именно нашего города все-таки подтягиваться до этого уровня. Хочу выразить благодарность. Именно благодаря указу президента появилось, открываются все новые и новые модельные библиотеки. Мое пожелание, чтобы таких библиотек открывалось как можно больше в городах и селах. В этом году президент не стал побивать рекорд, установленный в 2008-м. Тогда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут. На этот раз она шла немного меньше. Елена Малютина, Григорий Пришаков. События. 1 января в Самаре не должно остаться ни одного елочного базара. Такое поручение дал первый заместитель главы города Владимир Василенко руководством муниципального предприятия «Ярмарки Самары» и главам районных администраций. Вывезти и утилизировать все нераскупленные деревья должны своевременно, чтобы на улицах не было мусора. Подрядчик, который займется этой работой, уже определен. В ночь с 31 на 1 ни одной елки по ярмаркам Самарам не должно быть. Точка. Я всем районам говорю об этом. Все елки должны вами быть увезены. Когда фейерверк не в радость, сотрудники МЧС и врачи напоминают самарцам, запуск петарда в новогоднюю ночь может повлечь серьезные последствия. По словам спасателей, нередко это приводит к возгораниям и травмам. На что обращать внимание при выборе пиротехники, чтобы не было мучительно больно, выясняла наша съемочная группа. Чтобы после новогодних праздников не было мучительно больно, спасатели и медики напоминают самарцам особенно внимательно относиться к выбору пиротехники. Ежегодно в новогоднюю ночь в больницы города поступают пострадавшие с ожогами рук и глаз. К сожалению, пораженные ткани спасти можно не всегда. Причина таких серьезных травм – несоблюдение элементарных правил безопасности и некачественные петарды. Многие граждане приобретают там, где дешевле, не в специализированных точках продажи пиротехнической продукции, а приобретают продукцию, которая подверглась влаге, либо повреждениям каким-то механическим. Соответственно, это тоже играет роль. Специалисты Роспотребнадзора советуют самарцам не покупать петарды в подземных переходах и у сомнительных продавцов на улицах. У тех, кто реализует качественные фейерверки, всегда есть документы. В первую очередь, конечно, на внешний вид изделия. Упаковка не должна быть деформирована. Никаких признаков вскрытия ничего быть не должно. Как уже также отмечали, вся пиротехническая техника подлежит обязательной сертификации. Соответственно, на упаковке должен быть серфикационный знак и также знак единого обращения на рынке таможенного союза. Это знак ЯК. Соответственно, потребитель имеет право обратиться к продавцу с требованием, чтобы он подъявил ему сертификат соответствия, который, собственно говоря, и будет подтверждать то, что изделие прошло все необходимые испытания. Чтобы устроить праздничный салют, который пройдет без последствий, нужно выбирать открытое пространство. Обязательно отходить на безопасное расстояние. Взрывать петарды на балконах и лоджиях категорически запрещено. Это может привести к пожару. Также спасатели советуют родителям не разрешать детям играть с петардами и использовать пиротехнику только под присмотром взрослых. Лариса Шлафаст, Василий Калдашов. События. В бюджет Самары поступило более 100 миллионов рублей безвозмездно. Сегодня распределение этих денег утвердили на заседании городской думы. 66,5 миллионов будут потрачены на развитие транспортной инфраструктуры Самары. В том числе на завершение работ по организации трамвайного поворота с улицы Ташкентской в направлении к стадиону Самара-Арена при движении со стороны 15 микрорайона. Почти 40 миллионов рублей поступило от социальных партнеров на строительство плавательного бассейна в Куйбышевском районе Самары. Очень приятно отметить, что данный объект спортивный будет муниципальным. То есть это даст возможность детской спортивной школы, которая у нас уже длительное время находится без собственной воды. Проекты полезные для людей. В Самаре прошел масштабный форум гражданских инициатив. Более полутора тысяч человек, среди которых представители власти, местного самоуправления и некоммерческих организаций, обсуждали лучшие общественно значимые проекты и меры государственной поддержки. Подробнее расскажет наш корреспондент. Как получить президентский грант и эффективно его использовать, рассказывает директор инклюзивного ресурсного центра Алексей Транцев. Его проект попал в топ-100 России. Также он проанонсировал и первый всероссийский форум «Живые инклюзивные практики», который Самарская область организует и принимает в следующем году. Благодаря поддержке фонда предельских грантов и региональных органов власти, мы будем постоянно работать в четырех ведущих направлениях инклюзии у нас в Самаре. Охватим и волонтерство, и туризм, и благотворительность, и декоративно-прикладное искусство. Ребята смогут научиться на социальных проектировщиках и выигрывать свои гранты, получая дополнительные деньги и в Самарскую область, и в другие регионы Российской Федерации. Активнее работать с некоммерческими организациями неоднократно поручал президент России Владимир Путин. Самарская область – один из лидеров в этом направлении. В регионе более 4,5 тысяч некоммерческих организаций, работающих практически во всех сферах общественной жизни. В рейтингах по поддержке НКО и социального предпринимательства Самарская область на четвертом месте в стране и первое в ПФО. Общественные палаты регулярно проводят обучающие семинары для руководителей НКО, где в качестве приглашенных экспертов выступают специалисты регионального и федерального уровня. Некоммерческие организации могут получать поддержку из бюджетов разного уровня. Из муниципальных по результатам областного конкурса по программе президентских грантов. На конкурсах 2019 года 82 самарских проекта получили гранты на общую сумму 160 миллионов рублей. Еще один способ участия в губернаторском проекте – содействие, когда жителям нужно профинансировать до 10% проекта. Так, например, жители Кировского района смогли обустроить около дома площадку для дрессировки и выгула собак. Изначально обратились в отдел благоустройства администрации Кировского района. Нам сотрудники посчитали, предложили смету. Изначально проект был довольно-таки дорогостоящий. Мы решили, посоветовались с жителями, что такую сумму не сможем собрать. А без этой программы мы никогда бы, наверное, не смогли бы себе позволить такую площадку. Количество инициативных заявок на реализацию губернаторского проекта содействия растет с каждым годом. Если в 2017 году поступило 13 заявок, то в 2019 – 167. За три года на реализацию общественных инициатив выделено почти 300 миллионов рублей. Хочу вас искренне поблагодарить за вашу активность, за ваше неравнодушие, за ваше желание менять мир к лучшему. Но еще больше я хочу вам сказать спасибо за то, что вы это желание в полной мере реализуете. Активно участвуя в реализации национальных проектов. Выходя с инициативами, которые буквально преображают окружающий нас с вами мир. На пленарном заседании подвели итоги работы форума. В течение дня участники работали по двум секциям – человеческий капитал и комфортная среда для жизни. А также знакомились с выставкой лучших общественных инициатив, поддержанных губернаторским проектом содействия. И проектов НКО – победителей конкурсов фонда президентских грантов. Мэри Илчан, Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. В октябре 2020 года пройдет всероссийская перепись населения. Постоянно проживающих в стране попросит ответить на 30 вопросов. Таких как пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, количество детей и занятость. Также необходимо будет ответить на вопросы о жилищных условиях, таких как тип жилого помещения, время постройки дома, общая площадь, количество комнат. Предстоящая перепись населения станет уникальной. Впервые вся процедура пройдет с использованием планшетов без заполнения бумаг. С 1 по 20 октября жители смогут самостоятельно переписаться на портале госуслуг. А с 4 по 27 октября по квартирам пройдут переписчики. В Самаре для этого привлекут 3000 человек. Стать переписчиком сможет любой житель старше 18 лет. Мы всех жителей города, Самары и области приглашаем в октябре 2020 года работу в качестве переписчиков. Если это, так сказать, могут быть все желающие, ну те, которые, естественно, в данной ситуации могут работать на планшетном компьютере. Телефоны, куда позвонить, на сайте имеются. Поэтому, пожалуйста, все желающие запись мы уже ведем. Итоги работы профсоюзных организаций региона за год подвели на 25-й отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов. Лидеры ведущих предприятий вместе с представителями государственной и муниципальной власти депутатами подводят итоги работы по защите прав трудящихся. Профсоюзное движение Самарской области имеет богатую историю и активно развивается. Сейчас Федерация объединяет 35 организаций, в которых состоит более 600 тысяч человек. Основные направления работы – развитие социального партнерства, защита прав и интересов рабочих и студентов. Профсоюзное движение – равноправный партнер государства в решении самых масштабных задач. Особая роль ему отводится в реализации НАСПроекта «Повышение производительности труда», инициированного президентом страны. Работа Самарской Федерации профсоюзов высоко оценивается на общероссийском уровне. В сентябре 2019 года Самарская область фактически стала профсоюзной столицей Приволжского округа. Именно здесь проводилась встреча с руководителями профсоюзных объединений регионов ПФО. Правительство области оказывает профсоюзным организациям всю необходимую поддержку, постоянно взаимодействует. Особая актуальность наше сотрудничество приобретает в сегодняшних социально-экономических условиях. Масштабность, сложность стоящих перед нами задач требует от нас объединения усилий максимальной сплоченности. Наша общая цель – благополучие людей, сбережение народа, создание комфортных условий для жизни и, конечно, безопасных условий для труда. История о любви, которая невозможна. В Самарском театре оперы и балета прошла генеральная репетиция постановки «Наяда и рыбак». Что уже очень скоро увидят самарские зрители, узнал наш корреспондент. Из Японии в Россию Марина Накадзима родилась в стране восходящего солнца. Балетом занималась с детства. Однажды познакомилась с японкой, которая училась балету в России. Марина была впечатлена российской школой и три года отучилась в столичном хореографическом училище. Решила остаться, но выбрала не Санкт-Петербург или Москву, а Самару. Здесь ей сразу предложили ведущие партии. В спектакле «Наяда и рыбак», который совсем скоро покажут зрителям, у нее тоже главная роль. Этот спектакль очень интересен в том, что «Наяда» превращается в конце на человек. И получается у меня как две роли сразу. Эта постановка – классическая история о любви и предательстве. Русалку и рыбака объединяет совместная страсть, которая и губит их. Это классический балет 19 века, который редко сейчас ставится в российских театрах. Одно из отличий – в постановке много сольных партий. Это классика 19 века, балет, который сейчас очень редко исполняется и в других театрах. И я уверен, что это будет одна из таких жемчужин, которая точно будет привлекать внимание публики. Премьера балета состоится 20 и 21 декабря. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. В Самаре наградили представителей индустрии гостеприимства. Бизнесменов, которые помогают раскрыть туристический потенциал региона, поблагодарили представителей городских властей. С номинантами престижной премии пообщался наш корреспондент Анатолий Головко. Представители Самарской гостинично-туристской ассоциации наградили предпринимателей в сфере гостеприимства. Организаторы премии отметили лучшие отели, санатории, гостиницы и рестораны. Победителям вручили благодарственные письма и позолоченные статуэтки. Самое главное, это, конечно же, выполнение обязательных требований государства, это прохождение классификации, это обучение персонала линейного. Каждый проект, реализацией которого занимается гостинично-туристская ассоциация, поддерживает представители городских региональных властей. Это сотрудничество помогает раскрыть туристический потенциал Самарской области. Звезда гостеприимства – это, наверное, заключительный такой аккорд, когда мы чествуем тех, кто очень активно занимается туризмом, развитием туристической отрасли и является лидером в сфере гостеприимства и туризма. Юлия Галочкина занималась организацией фестиваля для детей с ограниченными возможностями здоровья в Струковском саду. Для участников подготовили музыкальные номера, художественную выставку и театральные постановки. Ее работа не осталась незамеченной. Особые такие большие отзывы, приятные нам, были от групп, которые мы пригласили, социально незащищенных, которые говорили, что те арт-терапевтические практики, которые мы с ними проводили, они стали необыкновенно полезными. В ближайшем будущем представители гостиничного бизнеса хотят реализовать еще один совместный проект с администрацией города – открыть единый туристический портал для продвижения Самары. Я считаю, это вот один из важнейших проектов по продвижению, потому что мы очень много проводим стратсессий, всяких мероприятий, но это все дискуссии, дискуссии, дискуссии. Нам нужны конкретные меры. Информационный туристический ресурс должны запустить в 2020 году. По задумке имиджевый сайт поможет привлечь в Самару туристов из иностранных государств. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов, События. Айсберги Антарктиды и водопады Венесуэлы. В преддверии Нового года в детской картинной галерее открылась выставка фотографа Юрия Радичева. Где живут чудеса, узнавала мэри Елчан. На вопрос, где живут чудеса, фотограф и путешественник Юрий Радичев отвечает – на планете Земля. Он вместе со своей командой побывал в десятках экспедиций. На его снимках – пейзажи со всего мира. Айсберги Антарктиды, африканские львы, водопады Исландии и Венесуэлы. Только по России проходят около 130 его выставок. Теперь с работами фотографа можно познакомиться в детской картинной галерее. Больше всего Юрию Егоровичу запомнилась майская экспедиция по закрытым местам Индии. Никогда не пролетал самолет над этими местами. Мы пролетели на самолете. И даже в Министерстве иностранных дел Индии сказали – ну вы даете бы. Туда люди вообще не пролетали никогда. Им не разрешали просто. Даже местным не разрешили. А здесь европейцам разрешили работать. Одни ищут чудеса на свежем воздухе, а другие знают, что все чудесное в руках человека. Парадный зал, бывшую гостиную Клоттов, украшает елка, а на ней игрушки ручной работы. Сделала их Евгения Шадрина. Здесь целая коллекция персонажей из сказок Андерсона. Делали на каркасе, то есть более тонкие вещи. Лица и руки делались не из ваты, а из самозатеревающей массы. И делали… одежду уже делалась из ваты. Маленьких посетителей выставки ждут рифмованные загадки, ребусы про Новый год и зимние игры. Сказочная тема продолжается в кладовой старого дома. Здесь есть забытые старинные часы, шляпные коробки и чемоданы. За годы в них успели поселиться самые неожиданные жильцы. Гости выставки смогут увидеть каждого. Самара готовится к золотой шайбе. Команды доукомплектовывают составы. Сдают заявки в мандатную комиссию Федерации хоккея. Проводят интенсивные тренировки. Некоторые клубы уже проверяют свои тактические наработки на районных соревнованиях. Как прошел турнир в промышленном районе, расскажет Сергей Кизоркин. Хасан Галямов – один из лидеров детской дворовой команды «Союз». В хоккее 6 лет. В районном турнире забил несколько шайб. В матче за первое место юные спортсмены встретились со сверстниками из команды «Дубрава» и победили 3-1. Мне больше запомнилась последняя игра, потому что после игры мы получили море эмоций и первое место. Мне нравится с сильными командами играть, потому что сильные команды. Ты учишься и намного лучше становишься, как игрок. В преддверии всероссийского турнира «Золотая шайба» администрация промышленного района при поддержке Федерации хоккея Самары провела отборочные соревнования. На лед вышли 12-ти и 14-ти летние хоккеисты. За путевки на городские соревнования сражались 8 команд. Очень мощная энергетика, ребята молодцы. Хочется даже выскочить, поддержать их самому на лед. Абсолютно позитивно было. Болельщики, сами ребята. Настрой был абсолютно мощный. За средний возраст играли три команды. Бронза досталась Нове, серебро у «Медведей». Чемпионы районного турнира «Дубрава». У старших ребят борьба получилась бескомпромиссной. Кто займет места со второго по пятая, решало количество забитых и пропущенных шайб. Команды набрали одинаковое количество очков. В итоге третье место у «Ракеты», второе у «Дубравы». «Золотой Союз» выиграл все четыре матча турнира. Это неудивительно. Они два года подряд серебряные призеры «Золотой шайбы» городского уровня. Как вот только появилась «Золотая шайба», это буквально 5 или 6 лет назад, как взрыв такой произошел. И мальчишки и девчонки уже полюбили хоккей. И сегодня много команд, которые играют в «Золотой шайбе». Мальчишкам из дворовых команд профессиональная карьера хоккеиста только снится. Однако, когда они вырастут, шансы остаться в игре у них есть. В Самаре проходит первенство города среди взрослых. Любительская лига насчитывает более полусотни команд. «Если мы говорим о чисто любительском хоккее, то это, конечно, надо идти смотреть дивизион С, Д. Хотя мастерство, конечно, очень сильно прибавилось. А если мы хотим полупрофессиональный хоккей смотреть, то это дивизион А, дивизион Б. Это уже показывает такой хоккей, который всегда был присутствующий еще и городу Куйбышево на уровне любителей, но бывших мастеров. В общем, красиво». В промышленном районе Самары продолжают развивать детский и молодежный хоккей. Команды победителей в этом турнире получили новую форму. А в новом году в четырех школах построят хоккейные площадки. Там появятся команды, которые станут постоянными участниками турнира «Золотая шайба». Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары Гиз» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!